ЛИЧЕС РИП ВК В общем, рэндом ОПЕНИНГ НО Новая индийская защита Где хода ФРЦ2 не совсем понятно Ещё с учётом того, что Слон встал на Е2 То есть он Е4 хочет проводить Нет, не хочет проводить То есть можно ударить, но не хочется Уже пышка наша испадает Но не страшно Может на Е2 прыгнуть Или слишком рискованно ОПЕНИНГ ОПЕНИЕ 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 Надеюсь, что квас скажется в один прекрасный момент. Вот так вот. Вот так вот. Ну, квас начинает сказываться постепенно. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, пешку на первую все равно поставят. Вот так вот. Ну, класс казался. Пешку отдал зачем-то. Расслабился. Потерял концентрацию. Вот так вот. 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 получше и Так. Что-то. Абсолютно нелогичный ход. Прям хочет попасть под эту вилку. Это зря он отдает пешку. Наш 5 пешка падает или нет. Там водя не выходит. Или выходит. Абсолютно нелогичный ход. 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 А я не знаю, как в этих разновидностях испанской партии играть. Ничем тут столько времени или он потратил на раздумья. Пока не буду, подожду хода F5. Упешка C выглядит перспективнее, затем. Упешка A7 слабая, ему, наверное, опять щас опять. Вау, ты зачем? Опять квас начинает сказываться. А это зачем? Я могу еще и на C7 ударить. Слишком много забирать не надо. На C7, возможно, было ударить. Сейчас я ударю на C7. Все, на C7 хотел сыграть. Взявая Ф2 на B4 тогда. Я стоп. А, чуть вернулся назад. Сейчас B4. Хочется ударить на E3. А, чуть вернулся на C7. А, чуть вернулся на C7. А, чуть вернулся на C7. Ну, тогда под связку стал мертвым. В500. А, чуть вернулся на C7. Я не хочу с D100 играть. Почему он кидает так низко? А5. А5. Ну, 2-300. Как раз реванш фактически. А, D5. Прощайно в индийская защита. Когда мы играем D5. А5. Зато... О! Тут надо какой-то D7. Первый раз так играю. СМЖ-5. На C6, наверное, надеяться. А6. У нас система ласкера. Это уже, кстати, похоже на защиту Немцовича. СМЖ-5. Не знаю. Тут можно к нему отступить куда-то. А, D7 или 0,8. Так, попробую сыграть. Угу. Хочется поменять коней. Поставить слона на Е4. А вот нужная промежка с развитием. У меня есть идея с А5, А4. А5 и уйди А6. Если он Фельс Б3 сыграет. Так, удал. Ну, если я просто сыграл коню Ф6. Ну, если я ударю на D4. Типичная проблема тактических шахматистов. Если они не видят тактики, они начинают метаться. А, когда загнан на зверь в кредке. Ну, то есть, он ловушку ставит. То есть, опять слон H7. На пешку А2 забираю. На А2 можно забрать. Или это будет перебор. А как-то сводить фигуры в игру. Как это сделать? То есть, в Б6 он ладья Е2 справит. А, на А5. Очень долго думал. Так. То есть, она полна Ф7. Что делать? Ф5 можно сыграть. Она почему-то мискликнул. Он сыграл Ф6. О, мне не нравится. Это я очень медно играю сейчас. Надо ускоряться. Дальше фокурую. О, вилку издеваю. Конь Е5 забыл. Что? Не идет. И задолго думать в Блиц, потом начинаешь совершать грубые зевки. А быстро играть, держать темп. И задолго думать в Блиц. Но так быстрее можно играть. Вау! Сейчас вон Е4 мат ухорошает. Ой, мат в один ход не ставлю. Окей. Хотя я в А4 заметил, поставил. Скоро уже 6. Это уже хорошо, если можно поставить мат в два хода. Вместо мотовый один ход. Так. Я закончил их на запись на счеты каракан. В ближайшее время можно будет их приобреть. Если это кого-то интересует. Что это за ход G4? Не совсем понятно. Такой ход я в своем видео не разбирал. Наверное, до этого есть причина. Потому что Белое отдали пешку. Если разбирать все хода, то, как говорится, жизни на этом будет мало. А, сейчас там может такая спланированная жертва. Делаем рандомов. Потом начинаем играть великолепно. Тоже вариант. Тоже вариант. Тракт. И как там. Так. Тракт. 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 Почему у него ДАРАНОДОуть? Тракт. Тракт. Почему он не ударил у меня на ось? Почему у него дарил у него на ось? Умная загадка Что это происходит, я не понимаю Программа сломалась То есть Миллион сильных ходов подряд Потом Какой-то бред начался Просто в шоке Что могу сказать По этому поводу Это максимальный шок контент Что это происходит, я не могу сказать Что это происходит Что это происходит Что это происходит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, 2007 я не хочу выходить... Сейчас я дат меняю партии до того момента, как 15-минутный бан дают... Продолжение следует... Не дам... Это ж не марша... Как это называется... Система... Что это такое... Я не понимаю... Так можно играть в шахматы... Ну, глиться, наверное, можно... Почему бы и нет... Какие-то урозы создает... Продолжение следует... Ну, чем этот человек... Вот, когда-то е5 у нас, чтобы поострее ехать... В сицилианку... Взял, решил накинуть... Всего... Почему бы и нет... Система... Взял... 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 Вау... Ну, это вообще фантастика... Причем, столько времени он тратит... Вот такие жертвы... Просто мат не ведет... Вау... Так еще попробовал... Потому что... Иначе все совсем печально выглядит... Хотя я просто без фигуры остаюсь... Числики... Вот... А вот... 2.185... Вон... Прошу обратить внимание... Так... Давайте посмотрим... Что это было... А тут анализировать партию. А тут анализировать партию. А тут анализировать партию. А тут анализировать партию. Два вопросительных знака. Классно. Ф5. Слонжи 4. Два вопросительных знака. Жеку. Два вопросительных знака. Высокое качество партии. Ну да. На плите такие накидки крайне хороши. Здесь разобраться, что Ф3 сильнее. Слонжи 4. Слонжи 4. Слонжи 5. Ну, 2.185 это впечатляет. В всяком случае меня впечатлило, я так сильно могу накидывать все и оно в итоге проходит. Не, ну с 1900 я точно не буду. Опять же он. Ммм, что это заход колеса 6. Ммм, что это заход колеса 6. О, еще и в 3.0 уходят. Что происходит сегодня? У меня D есть, я забыл как-то про него. О, еще и в 3.0. Да. Продолжение следует... 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 но попросим моего соперника особо не расстраиваться тренируется родик и станет мастером подучи дебюты все одновременно не получается в шахматах к сожалению продолжаем наш марафон на очереди нас засчитаем соль еще конь е2 давно хотел c6 попробовать d5 есть такое находится четыре слабое туда коня вину себе в белых планы f3 g4 обычно в таких структурах проводить ферзь е1 ферзь h4 как-то так разыгрывать новую позицию но соперника рейтинг 200 евро для это следует могу ударить на а3 зачем мне менять такого свона когда у меня такой замечательный конь хотя возможно мыслью стереотипно то есть кианцы 5 введет могу ударить Сложена структура, конечно. Хочет на d5 прицепиться к этой пешке. А, у тебя тактика связана с ударом на c4, а d5 на c4, неприятно. Наводят d8 это не туда и со мной, что теперь делать? Теперь b4 не смотрится, g5, vd5 последует, думаю, придется отдавать эту пешку. Интересно, 274 сможет туда такой найти, ну шоу, молодец. Молодец, неплохо сыграно. Так... Да-то он зря линию отдал, какие-то шансы отдаёт. Так он будет защищать пешку Б5 с волном, а теперь Д5 появляется, а он с волном С4 ставит. Продолжение следует... Как сильно я играю, ребята. Вау, промежуточная хода. Слишком сильно. Неужели он ударит на Д6? Докажет то, что он не знает правил квадрата. Ну, слава тебе. Что-то поплыву в нужном направлении. У него пешки самоходки. Ну и время у него как-то вышло. Ну, феноменально мой соперник в его партию. Феноменально, но что-то в конце не пошло. Что-то... Такое часто бывает, кстати, в Блицу. Ребят отлично идёт экрану, потом в взаимном цветноте они начинают играть на уровень 1600. Хотя до этого играли на 2600. Не нравится мне эта система матчмейкинга. Почему мне 1900 люди попадаются. Так и до 1600 недалеко. А, что-то всё это часто. Бравят E5. Опять люди хотят сыграть Маршала. Постепенно игра переходит в Зайцево. То есть, то, что это было. 3.8. А, да, вот и Зайцев у нас в узке. Зайцев плюс 1. А, стоп, если он играет плюс 6. Зайцев они успевают поставить. Если бы я ещё знал, как разыграть подобные позиции. Оно, он на Б6 с конюнером улетал. Вот, по всему. Продолжение следует... 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 в таких партиях много новых идей можно найти б5 не хочется играть коня грамотно поставите низкий рейтинг слабое понимание но оказывается что не такое слабо что coin b3 стоит грамотно так как я использоваться плюсами в своей ситуации могу спровоцироваться играть в g5 будет неплохо то есть я не могу играть королем потому что f5 кстати со временем воде на 3 еще поставят нас в анализе нас не некоторые думают что карбатской пешеной структуры перевес имеют в данном случае черные по умолчанию это не так просто ее проще заходить за сторону которая может повести атаку меньшинства чем за противоположную сторону что его в ушки ставит сейчас конярс опять поведет а а а а б4 надо было и что а а а а а а а а а удивительно человек особых ошибок в партии не совершал но рейтинг у него на 500 на 400 г пунктов ниже чем у него удивляешься иногда а он не выдержал понял что по времени проиграет что не продолжать до сих пор как бы позиция примерно равна а вот вот здесь почему плюс один то есть я должен действительно стараться очень сильно чтобы плюс один пункт получить в итоге а ух ты сколько е5 было сыграно за сегодня раз тут где-то было форсировано опровержение хода с 25 но я его забыл поэтому сыграл попроще а а звона в 2 ноута не может быть хорошо за чернок потому что центр весьма представьте это как королевский комбит фактически по структуре плюс убил преимущество двух слонов и надо понять что с этим слоном делать можно стоит давить у нас вон и 4 таки это перестраиваемся по вертикали кстати не факт что у меня уши здесь в этом окончании в основном это хорошо но пока не совсем понятно это воспользоваться на c4 наверное в какой-то момент провести меняться вообще нет смысла коня идет на а5 еще и быстро играет что-то неприятно сыграл во первых на первом ходу e5 ну какой-то c6 e5 не важно во вторых играет быстро во третьих играет плотно во четвертых я сейчас пешку зевну а вот с h4 начать вот он D11 и D4 надо расшатывать эту пешку устраивать планшету D11 и D1 с h4 начать он зря так играет он сам от себя позиции верни он помогает мне вскрыть позицию с этой стороны нужно вскрыть хотя наверно с h14 стартовать Распрываю, вернусь в основном модель 1, но сейчас аж 4 буду попытаться провести, что-то к нему пролегнуть. Сейчас вон E2, так же интересно выглядит. Угу, красиво. Тоже хитро могу сыграть. Ставить свану на А3. Мацутсван, по-моему, играл. Хотя, наверное, он держит крепость в этом проблему. Или не держит, а C4 могу подавать. Ну, шахом и срезаться. Ну, тут мат. И что, я устал. На сегодня, наверное, все. Ну, посмотрим изменения рейтинга в сегодняшний день. Тут флаг упал. Ничьяк в выигранной позиции. Выиграл, выиграл. 2 очка. 3 очка. 4 очка. Проиграл. 4-1. Выиграл. 5-1. 6-1. 7-1. 8-1. 9-1. 10-1. 10-1. И одна ничья в выигранной позиции. Ну, я думаю, неплохой результат. Ну, а теперь посмотрим на изменения рейтинга. То есть, фактически плюс 9. Плюс 9. Стартовый рейтинг. 2,504. Конечный. 2,530. Ты что? За плюс 9 набрать все плюс 20 пунктов? Не, ну, сложно тут рейтинг поднять дальше. Из-за этих разниц больших рейтингов. Сложно. Не, я буду пытаться рейтинг даже поднять. Слишком сложно. Много партий надо выигрывать. Ой, уже в топ 100 как-то попал. Вау, прикольно. Ладно, значит, наверное, все. Этот был тестовый. Тестовая запись стрима на более сильном компьютере. На этой неделе, наверное, ждите живой тестовый стрим. На этом все. До свидания. Не болейте. И до новых встреч.